За коррупционные преступления, за преступления против собственности, причинившие ущерб в крупных размерах, планируется законодательно предусмотреть, что те лица, которые совершили вышеуказанные преступления, будут нести наказание исключительно в виде лишения свободы. Судебная практика показывает, что те, которые совершают экономические преступления, они чаще всего получают сроки наказания, не связанные с лишением свободы. Они получают условные лишения свободы, они получают штрафы и другие виды наказания. Потом, а дальше это касается уже сотрудников правоохранительных органов. Не секрет, мы статистику сейчас приводить не будем, но будем говорить о том, что происходят такие факты, когда сотрудники правоохранительных органов, сотрудники надзорных органов задерживаются или подозреваются в совершении преступления, любого должностного преступления, любого преступления, которое направлено против личности. И мы прекрасно понимаем, что они, будучи наделенными определенными властными полномочиями, могут повлиять на следствие. Поэтому рекомендовано рассмотреть вопрос о том, чтобы те лица, я имею в виду сотрудники правоохранительных органов, которые подозреваются в совершении преступления, в отношении них будет избираться мера пресечения исключительно заключения под стражу, для того, чтобы минимизировать какое-то давление на проведение следственных действий. Дальше касается сотрудников правоохранительных органов, в отношении которых будут уже вынесены обвинительные переговоры. Если сотрудник будет однозначно доказан в том, что он совершил любое преступление, то автоматически будет рассматриваться вопрос о принятии решения, чтобы он лишился всех социальных гарантий. Под социальными гарантиями-то понимается то, что, например, он мог получить служебную квартиру, мог получить служебное жилье, мог уже прослужить определенное количество лет, дающие право ему на пенсию. Все эти социальные гарантии у него будут лишены. И поэтому это как очень серьезная профилактическая мера нам покажет, что любой сотрудник, прежде чем совершить какое-то, даже подумать о совершении какого-то правонарушения, он будет думать о последствиях, что один неправильно сделанный шаг может повлиять уже не только на него самого, но и на всю его семью. Еще все прекрасно понимают, что у нас предусмотрены определенные ограничения для сотрудников правоохранительных органов, то есть для кандидатов, которые планируют трудоустроиться в правоохранительную службу. Если кто-то из близких родственников будет судим, то, соответственно, этот человек не может трудоустроиться. То есть они должны думать уже и о своих детях, и о своих внуках. Потом, как мы знаем, в Конституцию Кыргызской Республики были внесены определенные дополнения, в соответствии с которым законодателям можно ограничить определенные права и гарантии тех сотрудников, которые проходят государственную службу, а именно службу в правоохранительных органах. Поэтому Совет Безопасности сегодня, члены Совета Безопасности рекомендовали рассмотреть вопрос о том, чтобы разработать соответствующий законопроект, которым будет предусмотрено, что сотрудник правоохранительных органов, сотрудник надзорных органов, прежде чем трудоустроиться на работу, он уже будет заранее знать, что у него будут ограничены определенные права. В чем они будут ограничены? Если он будет уволен, например, за отсутствие к нему доверия, то он не имеет права обращаться в судебные органы. Этот вопрос, возможно, тоже будет рассматриваться. Еще что необходимо сказать. Мы в этом же законопроекте планируем предусмотреть, что сотрудник при трудоустройстве правоохранительных органов, кандидат при трудоустройстве правоохранительных органов, будет обязательно подписывать определенный документ, в соответствии с которым он дает разрешение проверяющим органам рассматривать все его имущества, движимые и недвижимые, всю его доходную и расходную часть, включая таможенную тайну, включая тайну банковскую и другие виды тайны. То есть он будет абсолютно открытым. Это нам позволит, по крайней мере, посмотреть, чем он занимается и насколько он доходы в любом случае должны всегда быть выше, чем расходы. Соответственно, это все будет нами уже отслеживаться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok